Переходя к драйверам экономики. Текстильная и швейная промышленность остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Узбекистана, лидируя по внедрению международных технологий и стандартов качества, отметил Шавкат Мерзьев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам увеличения объемов экспорта и инвестиций в текстильные отрасли. Из индустрии, еще совсем недавно поставлявшей продукцию преимущественно на внутренний рынок, она превратилась в ориентированную на экспорт, с каждым годом увеличивая объемы поставок за рубеж и сегодня широко представлена во всех регионах страны. Является одним из секторов с наибольшим количеством рабочих мест. Статистика такова, что свыше 6000 предприятий обеспечивают занятость 570 тысяч человек. А за счет активного привлечения капитала и новых технологий производительность в отрасли значительно выросла и в прошлом году было произведено текстильные швейно-трикотажные продукции на 8 миллиардов 200 миллионов долларов, что в 4,2 раза больше, чем 7 лет назад. А поставки на внешние рынки в прошлом году превысили 3 миллиарда долларов. Много это или мало? Вопрос, поиск ответов на который лидер Узбекистана обозначил веско и доходчиво. Ведь сырьевая база нашей страны позволяет производить продукцию на 15 миллиардов долларов, создать еще 500 тысяч новых рабочих мест. Дело в том, что готовых товаров с высокой добавленной стоимостью не столько, сколько можно было ожидать. И неважно, как подходить к рассмотрению проблематики. От общего к частному или же наоборот. Я уже работаю третий год. Как я начала работать тут, никакой трудности не было. Все хорошо. Вообще-то здесь мне нравится работать. Футболка у меня сейчас называется вот эта операция «Гази». Качество очень хорошее. Я раньше тоже работала в России. В России вы когда работали? Вот три года назад. Я там работала 10 лет. И тут вообще классно. Зарплата нормальная. Нормально получаешь. В 2019 году в Букинском районе впервые появилось текстильное производство. Многие благодаря этому получили работу. Стали помогать своим семьям. И я не исключение. Самое главное, что фабрика расположена близко к дому. А тех, кто проживает вдали отсюда, приводит автобус. Оплата производится стабильно, без задержек. Каждый раз с особым настроем собираюсь на работу. Стараюсь делать качественную продукцию. Четыре года работаю на текстильной фабрике. Здесь трудоустроен и мой муж. Проезжаем с Янги Юля. Для этого организованы автобусные рейсы. Условия достойные. Зарплаты и проблем нет. Мне нравится. С 2016 года, как открылась фабрика с учетом специализации, слежу за качеством лаборатории. Она оснащена современным оборудованием, что значительно облегчило нашу работу. Лаборатория необходима для контроля на всех этапах производства продукции. И таких фабрик открывается множество. Это в первую очередь дает возможность работать женщинам, найти себя. Я работаю давно здесь, поэтому и работаю, значит, меня все устраивает. Смотрим, да, что при варке у нас вот это все не открылось. Помимо внутреннего рынка, она еще на экспорт отправляется, как я понял. Россия. Вот у нас Германия теперь сейчас есть тоже. Мне нравится. Производство не стоит. Всегда работа есть. Я из Наманганской области. Два года как переехали в Ташкент. Тогда же и трудоустроила здесь, на фабрике. Место работы в 10 минутах ходьбы от дома. С 8 утра до 5 вечера проходит рабочий день. Заработок очень радует. Когда только поступила швеей, получала 2 миллиона сумм. За довольно непродолжительный период моя зарплата выросла до 8 миллионов сумм. Помогаю семье, стараюсь дать хорошее образование детям. На все хватает. Раньше я была простой домохозяйкой. Сидела дома. Устроилась на работу, чтобы материально поддерживать семейный бюджет. Я живу в Ахангаране. Мне нравится вышивка, работа с канем и текстилем. Добираюсь до работы на автобусе, который предоставляет фабрика. Честно, за счет работы обеспечиваю свою семью. Люблю то, что я делаю. Материал выпускаем сами, красим, перерабатываем и шьем его здесь. И по праву этим гордимся. Надо работать, прикладывать усилия, стремиться к чему-либо. Тогда и доход будет соответствующий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова